Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня вечером прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелие от Матфея, глава пятая. Слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава пятая. Читаем с первого стиха. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвергши уста свои, учил их, говоря, из 14 стиха, «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставить его под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Иисус Христос вышел на служение и пропадывал уроки тем, которые желали выучить. Я как-то слышал старые фронтовики, которые вернулись в великую часть войны. Они говорили, что во время войны были командиры, которые говорили так, «Солдаты, вперед на окопы! Вперед! Взять высоту!» Говорят, а были командиры, которые говорят, «Солдаты, за мною! Иисус Христос, тот, который говорил за мною!» Он не только учил, не только ученикам преподавал, но Он показал и пример. И читаем свидетельство Слова Божьего. Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, простите, глава 11 с первого стиха. Евангелие от Матфея, глава 11 с первого стиха. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их, Иоанн же, услышав темницу о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о мне». Он и говорил, Он и делал. Он учил и показывал. Он не просто посылал, Он пришел впереди и показывал, как нужно это делать. Еще одно свидетельство записано, Евангелие от Иоанна, глава 13. Читаем здесь такие прекрасные слова за свидетельствами Иоанном об Иисусе Христе. 13 глава, 13 стиха. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам». Читающие Слово Божие, вы знаете, что это было горненько, что Христос умывал ноги ученикам. Труд, который делали рабы, слуги, учитель сделал. И когда мы читаем впереди, выше эти строки, он снял себя в тон, припоясался, то есть аккуратность в одежде, в работе, пунктуальность и труд. Работа непочетная, работа не на возвышении. Но он эту работу сделал. «Я показал вам пример. Не оставил заповедь, чтобы вы мыли друг другу, как в некоторых церквах приходят, говорят, у нас сегодня будут мыть ноги. Ноги чистые, поставили тазики, помыли и ушли». Не об этом. Это неправильно. Христос показал то, что нужно сделать ближним, когда он нуждается. И ученики слышали это Слово Божие, они видели, что он делал. И когда мы читаем, а какой результат? Усвоили они этот урок или нет? Записано ли на страницах Писания, что-то оставлено нам, последующим поколением, которое уже после Иисуса Христа и после апостолов. И читаем свидетельство в Новом Завете. Первое, что мы находим, это послание Иакова. Читаем, что Иаков записал для нас, живущих, что он усвоил и какую истину он оставил для нас. Послание Иакова, 2 глава, 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и терпещут, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли отправлялся Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только? Подобно и раба блудница, не делами ли оправдалась, принявшись воглядата и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Следующий апостол – это Петр. Читаем его свидетельство. Что же он усвоил, когда учился у ног Иисуса Христа? Первое послание Петра, вторая глава, с одиннадцатого стиха. Первое послание Петра, вторая глава, с одиннадцатого стиха. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похоти, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что заслоят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. То есть, живите достойно, живите красиво, делайте доброе дело во славу Господа. Читаем свидетельство еще одного апостола, ученика Иисуса Христа. Первое послание Иоанна, первое послание Иоанна, третья глава, третья глава, восемнадцатый стих. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Истинною. Станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Так усвоили урок. Они передали нам эти слова, поощряя к любви и добрым делам верующих людей. Человек, который уверовал, должен применять это на жизни. Показать, говорит, вы свет миру. Апостол язычников, апостол Павел, когда писал послание, в частности послание к Титу, у него там в этом коротком послании, но там три темы заключено в этом послании. И первая тема, которую он освящает, необходимые качества служителя в первой главе. Дальше. Как бороться с служением учителями, он посвящает строки, также в этом послании. А вторая глава и третья глава посвящены, что плодом благодати должна быть жизнь, наполнена совершением добрых дел. И читаем такие слова. Вторая глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвернувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Так он начинает, пишет, поощряет верующих, чтобы верующие делали. Читаем в третьей главе, первый стих. «Напоминай им повиноваться и похоряться начальству и властям, быть готовы на всякое доброе дело, быть готовы на всякое доброе дело. Как-то по долгу служения посещая сельскую местность, я был в одном селе и прохожу, приехав в село, прохожу и смотрю на кладбище столько много травы, сорняков. Потом встретил одну семью, новообращенных, спрашиваю, а что такое порядка на кладбище? Они говорят, так Демян Иванович уже в вечности, наш брат. Я говорю, помнишь, когда проходил, цветы выкашены, как у вас в Америке, ровно. Он взял для себя обязательно ходить на кладбище и поддерживать порядок. Не стало брата и сразу стало. Но после него вспоминали его и были те, которые покаялись. Говорят, нету брата и нету того, кто бы дальше продолжил. Сорняки, трава выше колена до пояса. Как важно, Павел пишет, быть готовым на всякое доброе дело. Мыть ноги, это одно, убирать сорняки, другое. Читаем еще одно свидетельство в этой же главе. Третья глава, восьмой стих. Слово это верно и я желаю, чтобы ты подтверждал о всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Чтобы сделать доброе дело, нужно постараться. Как-то мы разваривались здесь и там у себя на Украине и кто-то слышал такое выражение человек, который хочет сделать, он ищет возможности, как сделать. Кто не хочет сделать, ищет причину, как отказаться. Согласны? Кто хочет, кто не будет. Я был здесь на погребении в среду. Хор, среда, зал полный. днём. Я помню у нас церковь на 800, когда сказали, что будет мужской хор, со всех концов города съехались. и полный зал. Когда они ходят в воскресенье вечером, как у вас. Прилежным к добрым это свидетельство показать людям, что мы заботимся о деле Божьем и проповедуем. Дальше апостол Павел заканчивает в этом послании в 3 главе 14 стих такие слова пишет он. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, удовлетворение необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Братья и сёстры, чтобы делать доброе дело, нужно упражняться. Если вы вашу руку правую или левую привяжете и месяц в одном положении, чтобы она не работала, а потом отвяжите, сможете вы работать одинаково? Попробуйте. Если вы не принимаете участие в деле Божьем, в святых делах во славу Господа, атрофируется ваша душа. Заржавеете. Мой духовный инстанкт говорил так, лучше стереться, чем заржаветь. Как-то мы выехали на посещение с одним нашим братным служителем, а у него уже был один инфаркт. И выехали из Запорожья, уже ехали в сторону Крыма. И вдруг ему плохо, и сердце стук, стук. И вы, дети, испугался, брат, остановился, все, Виктор Анатольевич назад, возвращаюсь с вас. Говорит, не нужно, не нужно, будем ехать туда. Говорит, стараться прилагать старания. Не будете прилагать старания, ничего не получится. Когда-то дети учили так, без труда не вынуть рыбку. Помните? Откуда? Из пруда. Учили. То есть поощряли. Поощряли. А тем более для духовного строения, для духовной жизни Христос поощрял. Сразу начал учить и эту сторону осветил. Прилагать, устаривать. Пусть и наши учатся упражняются в добрых делах, в удовлетворении необходимым, нужным, дабы не были бесплодными. Рассказывал один из наших братьев, когда Якова Кузьмича Духонченко арестовали молодого человека и посадили в тюрьму после свадьбы. Свадьба прошла, через три месяца приехали к нему домой, арестовали за проповедование. Хороший был проповедник, кто знает Якова Кузьмича Духонченко из Киева за антисоветскую пропаганду статью ему и дали 10 лет в тюрьмы. Забрали его и один из наших братьев поехал в село проведать его маму, вдову, одинокую. Помогу, что-то по хозяйству, ну, село, сельская местность, огороды, животные, колодец. И пошел поработать, помочь, проведать, ободрить сестричку, маму. Сын сидит, за слово Божие. Он поработал и уже собирался уходить домой, выходить со двора, а мама говорит, подожди, подожди, сейчас минутку. Выходит и какой-то сверточек и дает ему в карман лозу, говорит, это привет папе и маме, а там завернуты два пирожка. Два пирожка. Передай привет. Не просто привет передай родителям, а привет и в карман положила. Всякие времена бывают. Не во всех бывают пирожки. Пусть и наши учатся упражняются в добрых делах, чтобы не были бесплодны. Может, это будет один доллар? Может, сакан воды? Не потеряйте награду. И апостол Павел поощрял верующих христиан, дабы уверовавшие только покаялся и уже в труд не сидеть наблюдателем, а ходить. И Христос учил этому, и ученики подтвердили этого. В посланиях апостолы говорят об этом. Мы читаем прекрасное свидетельство. Апостол Павел пишет, что познайте же, что верши суть сыны Авраама. У нас есть хороший пример, что и в Ветхом Завете трудились, но некоторые ожидают награды сразу и благодарности, чтобы сказали спасибо. Давайте прочитаем Слово Божие. Что повествует нам об Аврааме отце всех верующих. Тринадцатая глава книга Бытие прочитаю выборочное с первого стиха. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и сережком и золотом. И продолжал он переходы свои от Йода до Вефиля, до места, где прежде был шатер его, между Вефилем и между Гаем. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мои родственники, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и видел всю окрестность иорданскую, что она прежде, нежели сребил Господь садом и гмору, вся до сего орошалась водою, как сад Господин, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и делились они друг от друга. Ситуация в родственнике и конфликт. И как поступить? И там животные, и там животные. Не хватает корма. И старший предлагает меньшему. Говорит, Лот, выбирай. Вот так спорятся. Они живут среди хананеев, а люди смотрят, слушают. А мы же почитаем Всевышнего. Выбирай. И Лот, вместо того, чтобы дядя, вы все-таки старший, седину нужно уважать. Посмотрел, посмотрел, глянул. Иордан, вода, зелень, ну, конечно, я туда пойду. Выбрал и пошел туда. Читаем, Слово Божие, свидетельствуют такие слова. 14 стих. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, которым ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Писание не писает, что было на душе у дяди Авраама. По-нашему несправедливо, нехорошо он поступил. Надо было уступить старшему, а потом же тебе. Он же тебя взял с собой. Он тебя брал здесь за собой. Он помогал тебе. Благодаря дяде Аврааму, Лот такой богатый, что непоместительно, он берет, забирает лучшие, а дядя остается худшие по-человеческому. И написано, что Бог говорит Аврааму, возведи очи. Может быть, Авраам стоял на том месте еще с опущен голову вниз, смотрел под землю, ни воды, ни травы, где он был. Но Бог говорит Аврааму, подними очи. И с места, которым ты стоишь, и посмотри. И вот дальше пишет, что Бог дает эту всю землю. И 18 стих пишется так. И двинул Авраам в шатер, и пошел, и поселился в Дубравом Мамбре, что в Февроме, и создал там жертвенник Господу. Дети Божьи в любых ситуациях создают жертвенник Господу. Что бы ни было, как бы с ними ни поступили, создают жертвенник Господу. И казалось бы, на этом точка. Но жизнь продолжается, и Писание нам открывает. 23 глава. Что же было в жизни Авраама и окружающих людей? 23 глава книга Бытие. Читаю из первого стиха. Жизни Сариной было сто двадцать семь лет. Вот ли та жизнь Сариной? И умерла Сара в Кирюх Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре, плакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетову и сказал, я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. после всего то, что произошло, что Лот сделала для племянника, Хананеев окружили, они видели, слышали и к какому результату пришли? Ты князь Божий. Никто с нас так не поступает, никто так не живет, не делает, а ты человек Божий. Ты, несмотря что он сказал посреди нас, ты князь Божий, господин наш, ты князь Божий посреди нас. Какое прекрасное свидетельство. И Писание поощряет, что мы делали. Мы вначале читали за слова Иисуса Христа. Он учил, показывал, и Писание открывает нам, как же закончилась жизнь Иисуса Христа и его труд. Евангелие от Матфея прочитаем с 27 главы. Свидетельство еще одного человека о труде Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея 27 глава с 20 стиха. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить вораву о Иисуса погубить. Тогда правительство спросило их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали вораву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называем Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло, какое слово, сделал он. Что сделал он плохого? Слепые, хромые, мертвые, голодные и за весь труд что? благодарность распни. И, казалось бы, злоумышленники могли бы сказать, Христос, ты учил, ты делал, ты показывал, и чем кончились твои все добрые дела? Твоя пропасть к чему довела? Зачем ты потратил жизнь свою? Столько много вкладывал людей? Буквально сказал, на алтарь теплый, сгорел в труде. даже неверующий человек возмущается, какой же зло он сделал? Я, говорит, не знаю зла. И результат смерть ему, братья и сестры. Но это не конец. Книга пророка Исаии, глава 53. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. 53 глава 19 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Много будет страдать его душа, но он увидит добро, которое последует и обрадуется, узнав об этом. В другом переводе. Оглянувшись и посмотрел, венчает не начало, а конец. Цыплят считает не весной, а по осени. Все, что мы делаем, и на нам ходят как по-человечески, чтобы сразу сказали благодарность, поблагодарили нас, и уже пожать. У Бога свои планы по-своему. И апостол Павел поощряет верующих, ободряет их, и мы читаем хорошие, прекрасные слова, которые он оставил церкви в Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 1, 58 стих. 1, 58 стих. Итак, братья, мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда присыпавайте дели Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу, и знайте, что ваш труд не пропадет зря. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного в день посещения. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok